Как нам максимально защитить зубы от кариеса? В вашей домашней гигиене должны быть такие средства, как зубная щетка, зубная паста, зубная нить, реминирализирующие гели зубные, также допустимо использовать ирригатор и индикатор зубного налета. Родители должны помогать дочищать зубки детям утром и вечером. Зубная щетка должна быть эргономичной, то есть удобной и правильно подобранной. Плотно набита щетинками. Щетинки должны быть закругленным кончиком по высоте одной длины. Ваша зубная паста, она тоже должна быть правильно подобрана врачом-стоматологом. Зубную нить допустимо использовать вощенную. Только после идеально проведенной домашней гигиены полости рта вы можете использовать реминирализирующие гели, те, которые всю ночь будут укреплять ваши зубки. Берете зубную щетку, если вы правша, в правую руку, если левша, то в левую. Другая рука является помощником. Можно помогать себе приоткрывать ротик этой рукой. Зубная щетка ставится на границу десны и зубика. И выметающими движениями, нажимая на зубную щетку, производится гигиена полости рта. После того, как вы почистили зубки зубной щеткой, возможно использование зубной нити. Отматывается примерно 30 сантиметров. На один палец наматывается более длинный участок нитки. Почистив один промежуток, грязный участок мы замотали на другой палец, а чистый мы отмотали. Вводится нить в межзубный промежуток. Она прижимается к зубику и скользящими движениями наверх она выводится. И как понять, определить, что мы хорошо почистили зубы? Есть специальные индикаторы зубного налета. В виде жидкости они так выглядят и в виде таблеточек. Вы берете таблеточку, разжевываете ее и весь зубной налет окрашивается в розовый цвет. Если вы используете индикатор в виде жидкости, ребенок полоскает этим индикатором. И весь зубной налет также окрашивается либо в розовый цвет, либо в голубой цвет, либо в фиолетовый цвет. Зависит от того, как долго зубной налет находится на зубах. А если таблетку случайно проглотить? По рекомендациям желательно этого не делать. Но если все-таки это произошло, то ничего страшного в этом нет. Лана, а нужна ли профессиональная чистка детям? Конечно, нужно проводить чистку зубов у врача-стоматолога дети. Потому что дети могут забывать чистить зубки. У них может быть недостаточно, неудовлетворительная домашняя гигиена. Вследствие этого образуется пигментированный зубной налет. К сожалению, такой налет в домашних условиях счистить нельзя. У врача-стоматолога есть специальные щеточки, резиночки, пасты профессиональные, которые снимают весь пигментированный налет, а также мягкий зубной налет. И потом заполировывают зубки до идеальной гладкости. Как правило, профессиональная гигиена у детей проводится один раз от 3 до 6 месяцев. Все определяется индивидуально, то есть по показаниям. Мы пролечили зубы уже. И может ли там повторно появиться кариес? На леченых ранее зубах может заново появиться кариозный процесс. На самой пломбе кариес не может появиться, потому что это искусственный материал. Но другие поверхности зубика, которые остаются открыты для зубного налета, для бактерий и микроорганизмов, которые содержатся в зубном налете, кариозный процесс может поражать эти поверхности зубов. Лан, я слышала про герметизацию и фторирование зубов. Что эффективнее? Эти две манипуляции, они совершенно разные по своей методике. У каждой из них есть строго свои показания, которые определяет врач-стоматолог. Суть проведения фторирования, в чем она заключается? В кабинетных условиях врач-стоматолог проводит гигиену полости рта. И только на идеально чистые и гладкие зубы наносится специальный фторирующий гель, который будет укреплять зубки, питать их разными компонентами. В чем заключается суть проведения герметизации? Жеватель на поверхность зубика покрывается специальным герметиком, который застывает в фиссурках. Потом эта поверхность, она больше не поражается кариесом. То есть для каждой манипуляции есть какие-то свои показания, которые определяет врач-стоматолог. Редактор субтитров А.Семкин